Когда вы думаете о ботинках, какие вам первые приходят в голову? Ммм, пахнет хорошо. Детка, не волнуйся, я не расскажу своей жене о нас. Серьезно, друзья, когда речь идет о ботинках, то у вас есть из чего выбирать. Это первое правило. Знай, из чего выбирать. Узнайте, что доступно вам. Играя в игру, где вы постоянно делаете только один ход, или играя в команде, где вы играете только одну роль, вас разоблачат, вы станете предсказуемым, и вы точно не сможете выиграть в игре стиля. Так что, когда дело касается ботинок, то поймите, друзья, у вас есть большой выбор. Давайте я вам кое-что покажу. Первым делом у нас идут классические черные ботинки со шнуровкой. Что можно заметить, это то, что они очень практичные. Они хорошо подойдут к различной одежде. Такие ботинки будут отличной базой, особенно если у вас уже есть черная обувь. Но, допустим, вы не очень любите черную обувь. Тогда можете посмотреть, существуют сотни опций. И первый вариант – это выбрать другой цвет. Скажем, у вас уже есть такие ботинки, именно такого стиля. Но есть ли у вас другие цвета? Так что, если вы выбрали этот стиль как свой основной, тогда вперед, смелее попробуйте другие цвета. А также и различные материалы. И когда я говорю о материалах, то я имею в виду различные типы кожи от разных животных. Вы можете выбрать еще различные виды кожи, например, замша. Но также можно еще и выбрать различные детали стиля. Вот на этих есть носок. Такая мелкая деталь делает ботинки более кэжуал. Но она также и цепляет внимание. Это отличная маленькая деталь, которую можно добавить на пару ботинок. Продолжая говорить об опциях, давайте поговорим о ботинках, которые знакомы, думаю, многим из вас. Это чукка. Классические пустынные ботинки, которые в ходу уже 70 лет. Ну или стали популярными за последние 70 лет. Это отличные классические ботинки, которые вы можете надеть. Вот эту пару можно надеть с парой темных джинс. Вот эти чукка у меня в руке. У них классический темно-коричневый кожаный верх. Они отлично будут сочетаться со многими вещами в вашем гардеробе, но их нельзя надеть с костюмом. Почему? Это из-за контрастной подошвы. Я знаю, что молодым парням очень нравится такой стиль. Это, кстати, очень функциональная подошва. У нее нет каблука. Поэтому большая площадь будет соприкасаться с землей. Вы можете привнести более яркий цвет, например, как эти синие замшевые. И обратите внимание, что тут отсутствует контраст с подошвой. Посмотрите на нее, очень хорошая резиновая подошва. У них есть каблук, так что если вы не высокого роста, они вам добавят пару сантиметров. Далее идут классические челси. Вот эти в черном варианте. Они мне нравятся тем, что их можно носить как формально, так и кэжуал. Можно надеть с костюмом, если плохая погода. Ну или просто с джинсами. Но если бы я надел джинсы, то я бы выбрал что-то такое. Они бы создали контраст, а замша придала бы свою текстуру. Это выглядело бы лучше. Челси очень классные и разнообразные. Большинство стилей, которые я покажу, они отличаются визуально. Но мне также очень нравятся такие вот стили, которые отличаются функциональностью. Как вот эти вот милые ботинки. Просто расстегнули замок и сняли ботинок. Но при всем при этом у вас есть дизайн шнуровки, если вам она нравится. Суть в том, что у вас появляются дополнительные варианты. Вы заметили особенность этих ботинок? Посмотрите на высоту. Они идут чуть ниже, чем традиционные ботинки. И я знаю, что многим нравится такой стиль, потому что они что-то среднее между туфлями и ботинками. Но все это считается ботинками, и в целом у них красивый стиль. Следующая опция, которая у нас есть, это брагирование. Это когда в коже делаются небольшие отверстия. Я говорил об этом в других видео. Просто поймите, что это выглядит круто. Очень часто ботинки из-за этого стоят дороже, и это делает ботинки более кэшуал. Но, ребята, вы посмотрите на результат. Отличная пара ботинок. Еще один функциональный дизайн – это ботинки Макосины. Но почему ботинки Макосины функциональны? Ну, все дело в комфорте. Если посмотреть на размер и ширину носка у ботинок Макосин, то они будут побольше в сравнении с другими ботинками. Так что, если у вас есть проблемы с шириной ботинок, тогда вы можете попробовать вот такие Макосины. Дополнительно, так как у них нет каблука, у них лучше контакт с землей. Так что, если вы живете в такой же зоне, как и я, где у вас снег, слякоть, дожди, то это отличный выбор. Ну, а что, если вы хотите выглядеть как рок-звезда? Тогда вам нужны ботинки, которые будут привлекать к себе внимание. Ну, или их стиль будет отличаться от других. Посмотрите на эти ботинки. Вот такие вот нюансы, они придают им уникальный вид. Это пряжка и ремешок вокруг. У меня такая пара, я сам в них хожу, так что скажу вам, ребята. Мне постоянно говорят комплименты по поводу этих ботинок. И что странно, все мужчины спрашивают, где они могут взять себе пару таких. Зацените вот эту пару, друзья. Они шоколадно-коричневого цвета, и у них есть серебряное кольцо, также есть замок, чтобы проще было надеть или снять. Я люблю такие ботинки. Конечно, требуется больше смелости, чтобы их носить. Они являются более модными. Но если вы решитесь надеть такие ботинки, тогда внимание вам обеспечено. Следующее правило, которое надо знать, разберитесь в пропорциях. Вот такие вот ботинки, это ботинки с большими пропорциями. Их не надо надевать с такими вещами, которые будут близко прилегать к вашему телу. Поэтому, если вы собираетесь надеть узкие джинсы, и вы надеваете вот такие ботинки, ребята, это не самая лучшая комбинация. Поймите, если вы надеваете изящные ботинки, тогда вы можете надеть более изящную одежду. Если вы надеваете грубые тяжелые ботинки, поймите, да, есть деликатные ботинки. Очень много ботинок с очень изящным дизайном, которые также являются базовыми ботинками. Челси, например, более нарядные ботинки. Но если вы надеваете что-то громоздкое, то и одежду надо надевать соответствующую. Следующее, что стоит уяснить, господа, все ботинки по умолчанию являются casual. Поэтому и относитесь к этому соответствующе. Если вы собираетесь надеть смокинг или костюм, учтите, что это область туфель Оксфордов. Но если вы хотите надеть ботинки, скажем, потому что погода диктует свое, то да, можете взять пару черных Челси. Их можно надеть костюмом, но стоит быть внимательным. Даже вот такие ботинки, я их просто обожаю, а не casual. Я могу надеть их с джинсами и со спортпиджаком, но их точно не получится надеть костюмом. Но только если да, погода была очень плохой, и мне было плевать на то, что подумают другие. Следующее, что надо знать о ботинках, убедитесь, что у них есть хорошая поддержка. Обращайте внимание на джинсы. Следует убедиться, что материал, покрой и дизайн штанов, которые вы надеваете, будь это джинсы или брюки, сочетаются с вашими ботинками. Потому что джинсы, которые смотрятся с этими вот ботинками, не факт, что будут так же хорошо выглядеть с этими ботинками. Почему? Ну, банально высота. Покроют ли джинсы ботинок сверху? Если у вас более узкие джинсы, вы поймете, что это просто не сочетается. Конечно, можно что-то придумать. Многие ребята подкатывают джинсы. У меня есть целое видео на эту тему. Я ссылку оставлю в описании. Итак, следующий пункт. Следует уяснить, что цвет ботинок влияет на формальность вашего образа. В целом запоминаем, что все ботинки casual, но вот эти вот ботинки будут гораздо формальнее, чем вот эти вот ботинки. Почему? Все просто. Черный является более формальным цветом. Как и в целом, темные цвета более формальные. Итак, следующее правило. Оно очень важное. И так мало из вас, ребята, делает это. Заботьтесь о ваших инвестициях. Когда вы покупаете себе ботинки, то купите себе крем и щетку сразу в тот же день. После того, как вы сняли ботинки, сбейте с них пыль, наведите лоска, потому что вы не хотите, чтобы соль проела их. Затем их надо отполировать кремом. Почему? Ну, это дополнительный слой. Это воск, он защищает от влаги. Так ваши ботинки прослужат дольше. Не знаете, какой цвет выбрать? Просто берите бесцветный крем. И есть еще много других вариантов, как следить за своими ботинками. Есть кондиционеры. Это не крем, он проникает в кожу и делает ее мягкой. Такое можно делать раз в месяц, если вы носили ботинки каждый день. Ну, или раз в несколько месяцев, или раз в сезон, если вы не так часто носите свои ботинки. Вы также можете подкрашивать подошву, чтобы она выглядела опрятно. И если вы переживаете за слякоть и снег, тогда подберите специальную защиту для обуви. Это специальный слой, который отталкивает воду, и она не может проникать внутрь. Вода не вредит ботинкам, когда она попадает внутрь. Она портит обувь, когда она испаряется, и делает кожу ботинок сухой. Поэтому не важно, что вы используете. Помните, главное правило. Сначала протестируйте средство на маленьком кусочке обуви, на пятке или внутренней части язычка, чтобы убедиться, что оно не испортит цвет. Потому что часто подобные средства затемняют светлую кожу. Если вы переживаете по этому поводу, тогда можете использовать различные силиконовые спреи, которые не проникают в кожу, а создают поверх защитный слой. Итак, следующее правило не такое трудное, и парням, которые только начинают, такие простые правила нравятся. Это упрощает вам задачу с подбором вещей. Сочетайте кожу с кожей. Итак, ваш ремень, ваши ботинки и ремешок на часах. Если вы выбираете черный, тогда пускай черный будет везде. Это очень простой способ, чтобы сочетать вместе вещи. Ну а что же насчет ботинок, которые не так просто сочетать? Скажем, вам нравится замша. Не стоит переживать до тех пор, пока они находятся рядом, или вы чувствуете себя комфортно с этой комбинацией. Очень часто нас прямо тянет к черному, коричневому, серебряному. Это связано с тоном нашей кожи. Просто следите за тем, чтобы они были из одной семьи, если вы только начинаете. Ну а если вы уже опытный стиляга, тогда можете выбросить это правило через окно и сочетать так, как вам нравится. Хорошо, давайте поговорим об ошибках. И первая ошибка – это переплачивать за плохие ботинки. Точнее, покупать плохие ботинки. Как распознать плохие ботинки? Ну, в большинстве случаев они держатся на клею. Конечно, есть ботинки, которые склеены, и этому есть причина. Скажем, их конструкция или такой дизайн. Но чаще всего обувь хорошего качества она сшита. И используется либо шов Гудьер или Блейка. И если вы видите, что обувь шита таким вот способом, то вы можете отметить, что эта обувь уже более высокого качества. Потому что она будет стоить дороже, а также у этой обуви есть возможность замены подошвы. Следующая фатальная ошибка – это покупка ботинок, которые сделаны из плохого материала, если говорить о поверхности. Если это не кожа, а какой-то синтетический материал, вам следует быть очень внимательным. Эта обувь не будет дышать, и у нее будет быстрый износ. В дополнение, стоит знать, из какого сорта кожи ваши ботинки. Лучше всего, конечно, брать обувь из кожи первого сорта, потому что между ними есть разница. Между первым, вторым, третьим, четвертым сортом. Третий и четвертый сорт, если вы найдете такие ботинки, где говорится, что они сделаны из этого сорта, лучше их не брать. Потому что если говорить о влагостойкости, то третий и четвертый сорт, и даже второй сорт, не очень хорошо справляются с этой задачей. Поэтому стоит выбирать ботинки из кожи первого сорта. Следующая ошибка при покупке ботинок, это не обращать нужное внимание на подошву. Вот у этих ботинок резиновая подошва. И многие могут сказать, «О, подошва должна быть из кожи, если мы говорим о качественной обуви». Не совсем так. Все зависит от функциональности ботинок. Это пара армейских ботинок. У нее должна быть резиновая подошва, у которой будет сцепление, и она будет выполнять свою функцию, когда я буду ходить по горам. Ну, а если я выбираю пару костюмных ботинок или что-то понаряднее, то мне нужна подошва, у которой будет сцепление, но при этом также у нее будет и кожаная подошва. В целом, это будет знак качества. И я также смотрю на то, что производитель обращает внимание на такие вот маленькие нюансы, чтобы у меня был лучший контакт с землей. Ну, а если мне не нужны прям очень нарядные ботинки, и я не сильно переживаю сцеплений, тогда я выбираю чисто кожаную подошву. Это часто отличный знак качества. И какая самая страшная ошибка, которую можно сделать касаемо ботинок? Господа, это очень просто, не носить ботинки. Друзья, вам нужны доказательства, тогда смотрите это видео. Пять причин, почему ботинки делают тебя более привлекательным. В этом видео я привожу исследование. Это очень классное видео, так что, ребята, смотрите его. Кликайте прямо сюда.